Лопаты теплой одежды и так нужные сейчас автозапчасти. Все это отправили в зону проведения специальной военной операции. В двух газелях то, что может понадобиться бойцам. Груз собрали в считанные дни по распоряжению губернатора Владимирской области. Есть определенные сложности с, например, определенными запасными частями для Уралов, с которыми мы столкнулись. Но надо сказать, что здесь оперативно сработали в том числе и поставщики, у которых заказывались эти запчасти. Ну и, собственно, здесь ключевое сейчас доставить туда и так, чтобы там встретили и прошли необходимые. Пакет, так скажем, документов был пройден, необходимые процедуры соблюдены. Ну, собственно, за это все отвечает как раз спецпредставитель. Помощь оказали предприятия и бизнесмены, а также волонтеры благотворительного фонда «Близкие люди» из столицы области. Машины со спецгрузом на Донбасс отправили в пятницу вечером. До границы они доехали за 11 часов. После этого помощь доставили в части, где служат владимирцы. Первый раз, когда мы туда приехали, было такое выражение – да ладно, да не может быть. А потом уже сейчас, когда мы приезжаем, все. Братья, привет, здравия желаю. То есть все посылки, которые мы везем, именно именные посылки мы привозим по назначению, передаем из рук в руки. Так, помощь встречают в месте назначения. Разгружают машины сами бойцы. Огромное спасибо губернатору Владимирской области за оказанную помощь. Мы ее очень ценим. Делаем все, чтобы приблизить нашу победу. Победа будет за нами. Ваша помощь нам просто необходима. Резервисты благодарны всем жителям региона, которые собирали помощь. Также они передают привет всем, кто ждет их дома, тем, кто помнит о них и делает все для победы. Ирина Начерова и Сергей Власов.